так сейчас покажу вам как писать баг репорте в джире и так открываем джир так если у вас вот тут как-то выглядит окно не так как у меня то не пугайтесь что нам надо сделать переходим вот на вкладочку проект и выбираем проект у вас один уже должен быть но мы его создали при создании аккаунта в джире вот перешли на такое окно теперь жмем кнопочку create на английском либо там создать на русском общем неважно она будет по-любому вот таким вот образом выглядеть там на синем фоне так проект у нас он всего один поэтому тут в любом случае ничего не меняем а вот и считает это тип еще эта ошибка бах это одно и то же выбираем именно бах теперь первое поле это у нас самаре самаре это название ошибки так ну я для примера вот взял просто парк обычные какую-то ошибку по моему ее нам в примере присылали в общем самаре мы именно копируем и вставляем но название ошибки ему слово самаре писать не надо это я так для примера указал потом description description мы пишем про и condition steps expected result and actual result то есть по-русски мы пишем предусловие то есть предусловие это может быть у нас войти в систему ну то есть уже вы должны быть в системе ну в нашем случае не надо этого писать мы просто копируем шаги то есть 1 2 3 ну шаг 1 2 3 4 5 и первым шагом будет всегда голту первым шагом у вас всегда будет это открыть сайт либо запустить приложение но смотря что вы тестируете вот в нашем случае мы тестируем вот этот вот сайтик ну сайтик или формочку то есть мы копируем вот этот адрес и вставляем вот открыть но все дальше шаги пишем то что мы делаем ну запомните один шаг это одно действие всегда то есть например вы выбрали там карту mastercard все записали вот выбрать так не переключил на русский язык выбрать кредитную карту mastercard да как там третий шаг что-то еще сделали 4 5 там не знаю ввели значение там номер карты 441 в поле какое поле так в поле номер карты там четвертое там будет у нас например нажали кнопку заплак до нажали кнопку заплак ну вот как то так в общем вот эти шаги все что делаете описывайте потом у нас есть ожидаемый результат до ожидаемый результат так если пишу с ошибками не обращайте внимание просто тороплюсь ожидаемый результат у нас там не должна появится ошибка но это я просто для примера пишу да там фактический результат фактический результат произошла ошибка ну или там что может быть у нас в нашей форме например 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 ну давайте я вот в имя ввожу четыре раз два три четыре раз два три четыре раз два три четыре я думаю эту ошибку все обнаружили поэтому я ее запишу не буду ни о чем плохом думать вот в поле имя мы ввели цифры а должны быть только только буквы да мы надавили отправить так термин а срок действия карточки неправильный вывод выбрал 2029 год и все видите ошибки не произошло то есть мы вы написали ожидаемый результат должно появиться должно появиться должна или не должно появиться сообщение такое ведите правильное имя ну то есть мы ввели цифры должны были ввести буквы нам должно было после того как мы надавили кнопку отправить вот такая вот вот такое вот сообщение появится но этого не произошло то есть фактическим результаты мы наоборот пишем не появилось сообщение об ошибке в общем как то так так вот тут я так понимаю ничего не меняем вот тут дроп файл свар а то что это прикрепить вложения да там ну тут мы делали бы какой-то скриншотик сейчас я надавил на компьютере клавишу принт скрин если есть возможность меняйте и эти самые расширение файла на пнг или джипэг если вы не понимаете что это такое тогда ничего не делайте потом открываете все это в пейнте и вставляем наш наш рисуночек вот нам на лекции говорили это место где произошла ошибка ну надо выделять красным в данном случае я этого как бы тут нечего выделять ну вот так вот оно должно выглядеть выделяем красным и стрелочкой показываем да вот тут ошибка вот давайте сейчас вот так покажу так сбрасываем данные вот девяточки до print screen вот отличный пример будет я сразу не подумал вот тут мы должны показать ошибку да вот мы ввели цифры а должны буквы вот закрываем сохраняем и так где джиром а я вот прикрепляем этот файлик так вот это он да вот он загрузился видите миниатюрки и вот это место где я стрелкой подсветил так все жмем create так теперь переходим куда вот в black lock и насколько я понял вот это продж тире 1 это будет номер вашей ошибки ну если ее надавить вот справа она увидеть да все что мы писали так и по моему стойте да прям тут все это можно и редактировать видите я добавляю буквы и пишу какой то текст закрываем так смотрим жмем на три точки а нет не на три точки просто вот здесь пишу какой то текст видите все изменения сохранились так еще был такой вопрос откуда преподаватель знает ну что вы тут что-то написали насколько я понял работает это так вот у вкладочка люди search people and teams ну вы отправили приглашение когда создавали и преподаватель должен принять это приглашение ну и тогда будет видеть то что вы записали вот ну это насколько я понял ну на этом все всем спасибо за просмотр всем пока пока